Путин всегда нападает в Олимпийские игры. Вы же знаете, что Крым еще два года, и он засохнет полностью, и там невозможно будет жить. В декабре начнется понимание того, что Путин уже не тот, что надо его свергать. В феврале, в марте месяце может на Землю упасть астероид, и вообще может быть не до войны. В день парада планет все это будет происходить. Вообще, я аж прям боюсь вообще. Всем привет! Это People Live, программа, которая заслуживает вашего внимания и времени. И сегодня долгожданный гость – Влад Рос, астролог. Здравствуйте! Добрый день! Прошу любить и жаловать лучший ведущий украинского телевидения и ютуб-канала Юрий. Спасибо! Мы бы хотели с вами сегодня обсудить тревожные новости, но давайте, как обычно, с улыбкой на устах и с песней в сердце, потому что по-другому, ну, мне кажется, нельзя быть счастливым и выжить в этой современной реальности. Тревожные весточки из-за заборья, называем так. Скопление, вы знаете, войск, скопление сил, ответная реакция на то, что могут уже со дня на день... Смешались куча кони-люди. Да, я напомню, перед этим у нас была и поставка ракет из Америки на 60 миллионов, и снятие ограничений на поставку летального оружия и так далее. В ответ на это у забора собрались ребята-хулиганы. Вот. И очень-очень напряженное информационное поле. Тут все считают, что они самые умные, все какие-то знают инсайды, кому-то уже какие-то разведчики докладывают по секрету всему свету, что вот будет вторжение, захват Харькова на декабрь. Вот как вы можете прокомментировать все эти вбросы, а может быть действительно что-то из этого окажется правдой? Я могу, дорогие друзья, сказать одно. Путин всегда нападает в Олимпийские игры. То есть, когда начинаются какие-то Олимпийские игры, всегда Путин куда-то нападает. А, то есть пока все отвлекаются на что-то, тут происходит... На мировое событие какое-то. Как вы думаете, что было 8-8-2008? Грузия. Да. А что еще? А, вы про хорошее событие? Пекин. Олимпийские игры. Начало. Как вы думаете, когда Путин хотел напасть вот сейчас? Все планы стали известны, абсолютно опубликованы в Блумберге. Да, абсолютно все. В Блумберге, да. Вот все там как-то написано, дорогие друзья. Вот так должно было начаться 4 февраля, опять же, в начале Олимпийских игр. Как вы думаете, где? Где? В Пекине. Да, вы что? Да, и как бы это совпадение, да, то есть Пекин, летние Олимпийские игры, Пекин, зимние Олимпийские игры, да. По крайней мере, Путин точно планировал напасть на нашу страну 4 февраля 2022 года, но теперь он не нападет. Путин уже всегда нападает внезапно, когда никто не знает. А тут уже все знают, что он бросит десант на Одессу, что он танковую бригаду поведет и за 2 часа он возьмет Киев, да. Что дуга будет направлена на Харьков, с Крыма она будет состыкована, идти на Запорожье, да. В окружение попадают вообще все наши войска, которые находятся на границе с Донбассом, да. Соединяется, значит, Приднестровье и та армия, которая там находится, с Крымской дугой, да, возвращается канал Днепр, который будет водосочить засыхающий Крым. Вы же знаете, что Крым еще 2 года, и он засохнет полностью, и там невозможно будет жить. В артезианских скважинах будет соленая вода. Ух ты. То есть это вообще, понимаете, до чего докопался Путин, до чего он даже не мог себе представить, что Украина может перекрыть, значит, воду, и там просто, ну, там будет просто пустыня. Через 2-3 года не будет никакой пресной воды в Крыму. Поэтому, конечно, он затеял эту войнушку в январе и феврале, по ночам танки, видите, если он весной демонстративно свозил все днем, да, все видели, чтобы встретиться с Джо Байденом, который дал ему полгода, да, и все думали, что вот, да, действительно, 100%, значит, в июне месяце, 16 июня, на встрече Путин победил Байдена и, да, его переговорил нам. Ну, как оказывается, сейчас что? Ну, а что, а? Америка вместе с Евросоюзом говорит о чем? Все секторальные санские жесткие против России. Если только подумают даже напасть на Украину, то будет нефтяной эмбарго. И полностью банковская система будет исключена, вытеснена, да, то есть свифт до свидания, вообще полностью, да. И самое главное, триллион долларов будет заморожен и захвачен у всех представителей путинской элиты. Вот, поэтому, дорогие друзья, 100% гарантирую, Россия не нападет на Украину до марта месяца точно. Так, подождите, вот тут давайте, ну, это, знаете, серия, точно не нападет до завтра, ну, вот это так звучит. Ну, а как он может напасть, когда его все планы рассекретили и напечатали вообще? Ну, может же, понимаете, в феврале или в марте, ай-яй-яй. Я объясняю, со сдвинутыми мозгами человек, у которого шизофрения, да, он может даже напасть, когда... Подождите, ну, вряд ли. Ну, неужели мы можем полагать, что он единолично правит всем? Ну, конечно, нет. А как же Патрушев? Ну, конечно, нет, серый кардинал, который правит страной, это Патрушев, да, вообще. А как же все остальные? Ну, а Патрушев же хочет напасть на Украину, вы чего вообще? А, это он хочет больше, да? Ну, а кто же вообще? Ну, я же не знаю. Путин — это всего лишь баланс, как Аваков в свое время был у нас балансирующим человеком, который балансировал все вокруг себя. Путин — такой же баланс всех олигархов, всех миллиардеров России, которые вокруг себя все как бы балансировали. Но у него будет очень сложный декабрь месяц. Помните, вы говорили, что у него заканчивается в целом вот эта вся история и начинается последний соляр? Да, я... Вот. Я хотел бы к этому вернуться, потому что от него зависит вот что. Люди, когда чувствуют, что скоро уже конец, либо конец власти, либо конец жизни, либо еще что-то, начинают делать непредсказуемые события, которые не вписываются ни в какую парадигму. Можно ли такое ожидать от Путина? В декабре. В декабре начнется понимание того, что Путин уже не тот, что надо его свергать. В декабре начнется готовиться дворцовый переворот. Я еще раз говорю, что в декабре будет Уран быть в жесткой квадратуре к Сатурну. Это и в ведической астрологии, и в любой астрологии, которая только есть. Уран и Сатурн появляют в Адалее. Сатурн – это жесткая структура, поставленная в Россию. Уран – это свержение. И уже все начнут задумываться о свержении Путина, либо это уже будет создан план даже для этого в декабре месяце. Но реализация может произойти в марте. Как со Сталином? Объясню, самый худший период для правления Владимира Путина – это будет весна. Там будет такая ситуация. Либо он будет пытаться в марте месяце напасть на нашу страну, либо его могут поставить перед фактом, что он уже не управляет страной России. Объясняю, почему. Потому что средний, знаете, есть большой парад планет, есть малый парад планет. Средний парад планет, куда будет входить 8 или даже 9 планет, будет организован 2 марта. После чего, скорее всего, умрет Горбачев. И 2 марта, в день его рождения, будет этот парад планет. Вы можете себе представить, что Горбачев мог до сих пор находиться у власти? Если бы он не устроил перестройку. Ну, подождите, так он вообще как бы… Ну, он Динсека мог до сих пор быть. И вот он, скорее всего… Вы же знаете, что наша судьба имеет несколько коридоров судьбы. Есть коридор судьбы, значит, России и Советского Союза с Горбачевым, мог до сих пор быть. А есть коридор судьбы с Путиным. И вот эти коридоры, они то расходятся, то сходятся. И вот эти коридоры судьбы 2 марта, в день, значит, получается, парада планет будет сходиться. И если умрет в этом году, в 2022 году, я уверен, что, скорее всего, Горбачев умрет в 2022 году, то, скорее всего, и Путин потеряет власть. Вот, поэтому это очень такая… Никто не должен никогда, значит, спорить с парадом планет. Это очень жестко, это очень ситуация. Я вообще прогнозирую, что в феврале, в марте месяце может на Землю упасть астероид, и вообще может быть не до войны. Вот, кстати, про астероид можем отдельно поговорить, потому что там будет очень интересная… Вы знаете, что 2 марта сходится Меркурий в соединении с Сатурном и с Плутоном? Это большой камень с неба. 2 марта, в день прям, в день парада планет, все это будет происходить. Вообще, я аж прям боюсь вообще. Не бойтесь. Земная атмосфера сожжет его. Посмотрим. Не переживайте. А если с гору Эверест какой-нибудь грохнется… А то мы с кеми-то пережили, я-то переживем. Не переживайте, мы оптимисты. Дай бог, перекрестимся. Ну, в крайнем случае, если совсем накроют, помните, все когда-нибудь умрут. Раньше, позже, не страшно. Не все мы умрем, но все мы изменимся. Да. Все-таки по поводу того, что будет, почему так насторожились, потому что США рассматривают возможность до поставки оружия в Украину, а за забором говорят, ты смотри, что делают. Они усиливаются. Если не сейчас, то потом уже никогда. Потому что им сейчас навезут летально вооружие американцы. И что тогда? И вот поэтому это все… Еще раз говорю, российская армия не готова напасть на нашу страну, на Украину до Нового года. Просто не готова. Они все в свои планы подготавливают, чтобы напасть в конце января, но на самом деле 4 февраля, дорогие друзья, в день и начало Олимпийских игр. Путин – это такая зараза, которая… Знаете, в древности все Олимпийские игры, но во время всех Олимпийских игр перекращались все войны. Слушайте, ну есть такая другая вот точка зрения, что чем воевать, вот это вот люди будут гибнуть, скандалы международные, оружие, армия, это же огромные расходы и огромные потери. Так вот, чтобы не вот так, а давайте… Зачем нам вот соседа побеждать? Давайте просто купим верхушку власти, и по факту соседняя страна у твоих ног. Да? Это к чему? Ну, тут еще 700 миллионов, простите, миллиардов, простите, я даже не знаю сколько, заливают деньгами Украину. Представляете, МВФ стали, вот, по поводу того, что новый транш получит Украина. 700… Я же говорил, что Юпитер войдет в дом денег, а к нам повалят деньги. Вот. Я же говорил, осенью это было. Вы это говорили. Ну, сбылся же прогноз, но на 100% заливают нас деньгами. Вот, я хочу спросить, так это же намного более экологично, залить деньгами, и тебе и так все сделают. Зачем еще с ними воевать? Да, деньгами, оружие, все, да, супер. То есть, это знаете, как хулиган в лесу. Зачем насиловать девушку, если можно ей дать 500 долларов, и она твоя? Ну, то есть, вот тут примерно такая же история. Простите за аллегорию. Согласен. Так вот, в связи с этим вопрос, как вы считаете, политика, которую сейчас продвигают внутри страны, в том числе и наш президент Зеленский, ведет ли к усилению и к поднятию его рейтинга, в частности, как настоящего, так и дутого? И вообще, как вы считаете, вот если посмотреть на карту не только Владимира, но и, кстати, смотрите, без отчества, как звучит. Владимир, да? Давайте посмотрим на карту Владимира. Ну, там раньше кинезья, так вот, вот, так вот, прям. Да, сейчас у нас президент Владимир. Звучит гордо. Ну, потому что владеющий миром, от слова владитель. А я же о том же и вот... А если еще и Владимир Владимирович, то это вообще ему мало одного мира, ему надо сразу несколько. Но это за забором. У нас другая ситуация. Так у нас македонский. А у нас Александрович... Александрович, это еще и македонский победитель. О, вот я и хотел по этому поводу у вас спросить. Так в итоге, будет ли он победителем новых рекордов по рейтингу? И та политика, которую продвигают, способствует ли она возвеличиванию Владимира Великого? Вы же знаете, что предыдущие мои прогнозы, я говорил, что чем ближе весна, тем все хуже, хуже будет у Зеленского. И все будет падать. Сатан входит в дом власти. Возможно, неспровержение даже самого Зеленского. И я еще говорил пару месяцев назад, что в ноябре, в декабре может созреть Майдан. И он созревает, собственно говоря. Опять? Да. Поэтому сейчас, если мы увидим протесты, пока... То есть Ермак обречен. Чем быстрее Зеленский его снимет, тем легче ему будет удержать свой рейтинг. Если он будет Зеленский сопротивляться, не снимать, значит, Ермака... А Ермак родился 21-го, 11-го, прям в 50 лет ему на днях. Исполнился прям в орбисе лунного затмения. Ну, обреченный политик вообще. Зачем его спасать? Ты, если будешь спасать Ермака, ты себя будешь топить вообще. Слушайте, а так... Просто уволь его и все. А хорошо ведь выглядит. Я бы никогда не сказал, что мы 50. Ну... Ну, 71-го года. Ну, отчитайте от 71-го года вообще. Почитать-то мы можем. 21-го ноября 71-го года. Была еще такая недавняя позиция. Выпейте 21-го числа, 21-го года, 21-го века, в 21 час, в 21 минуту. Я думаю, он выпил. Ух ты, ничего себе. Да. Сказал все, карьера закончена. А-а-а! Слушайте, а мы как-то профукали этот момент. Я что-то не обратил внимание. Что, я не профукал. Я как раз все нормально вообще. Ну, вот наши зрители уже, как и я, пропустили. А вы что делали? Были какие-то ритуалы? О, слушайте, да ладно, пропустили, и бог с ним. У нас же впереди затмение. Ну, естественно, да. А что нам делать на затмение? Ну, у нас будет затмение 4-го декабря. Это будет очень супер-классное светлое затмение. Светлое затмение? Да, потому что будет солнечное затмение в той точке, где белая луна имеет наибольшую благоприятствующую ситуацию. То есть на самом, как бы, близком расстоянии к Земле. И считается, что как раз в это время, вот в такие фатальные кармические затмения, добро побеждает зло. Вот всякие новые хорошие ситуации, они как раз могут рождаться в это затмение. То есть затмение некой такой благости, спокойствия, хорошей энергии, возможностей, да. То есть вообще кармически преобразить свою жизнь, свою программу на земном плане. Поэтому, дорогие друзья, вот именно этого затмения 4-го декабря вы ни в коем случае не должны бояться. Оно более-менее и даже очень хорошее и благоприятное. Я слышал где-то, что можно очень мощно проритуалить на затмение. Да. Вот. Какой-то такой можете посоветовать несложный, но не сильно забубонный такой ритуальчик, чтобы типа там чуть-чуть, чуть-чуть на деньги, например. Ну, затмение будет утром, поэтому всем советую прям в 8-9 утра, в зависимости от часового поезда. Украина 8, Россия 9, Белоруссия тоже 9, Казахстан 12. Нас в Казахстан все смотрят, дорогие друзья, я вас всех люблю, дорогие казахстанцы, вы прекрасны. Так вот, в это время можно просто принять душ контрастный, да, 7 раз холодный, 7 раз горячий, да, лечь головой на восток, проецировать всю свою кармическую возможность реализации самых главных сокровенных желаний на следующий год, да, потому что именно в это время рождаются все возможности, да, одеть белые новые одежды, да, то есть вот. И после этого, после затмения, да, которое закончится примерно в 11-12 дня, да, можно опять же принять 7 раз холодный душ, 7 раз горячий, да, контрастный такой душ, да. Вот, и тем самым главное, что чувствует находиться в медитации, слушать медитативную музыку и вообще находиться в благостном состоянии, настраивать себя на добро и зло, и даже какие-то плохие мысли могут быть очень плохи в этот день. Советую всем 4-го числа отключать смартфоны, отключаться от внешнего мира и полностью находиться в своем коконе. Вот. И действительно, вы можете очень многое на ближайшие полгода себе сделать так, чтобы у вас все было хорошо и гармонично. Спасибо.